Вы бы такую купили, детки? Да, ну да. Ну куда мне, старая дурь? Слушайте, я вам должна сказать, смотреть не на что. Просто не на что. Девочки, девочки, добрый день. Сегодня я решила поехать в Сару. Ой, как-то засвечивает. Сейчас я попытаюсь так себя видеть, посмотреть. Открылись у нас шопинг-центры в прошлую пятницу. И я решила... Я первый же день не поехала, а решила подождать, потому что решила, что там будет много людей. А сейчас вот еду с работы и решила заехать. Ну, я не знаю, будет ли там очередь, не будет. Я не знаю вообще, что там будет, потому что, по слухам, вообще народ разобрал там пустые полки. Ну, может быть, возможно. Если честно, я не знаю насчет Зары, но вот я вам снимала шопинг-влог из Винерса. Это такой наш типа аутфорд-магазин. Помните, там где сумочка желтая была в Фенди? И я пошла в первый день, когда они открылись. Я была там потом через неделю. Там будут просто, знаете, пустые полки, пустые вешалки. Я такого никогда в жизни своей в Канаде не видела. Ну, вот, просто, знаете, народ, конечно, и я в этом магазине, я в сону свою советское прошлое, дефицитное. Я у продавщицы спросила, я говорю, у вас шипмент, вы не получаете товар, вы получаете товар. Они, наверное, получали товар каждый день. Она говорит, мы получаем товар каждый день, но мы не успеваем вешать на полки, на вешалки вешать, и выставлять на полки. Как все сметается. Народ два месяца сидел, без магазинов. В общем, мы одурили. Короче, я буду. Так что я иду в Зару, посмотрю, что там будет, если что-то будет, будет ли или не будет очередь. Времени у меня мало. Немного совсем. Ну, в общем, я постараюсь уложиться. Все. Кончаем болтать, выходим из машины. Пошли. По-моему, очереди нету. И из окошка я вижу, что что-то висит. Ну, как бы посмотрим. Нет, очередь есть. Я сильно ошиблась. Причем такая приличная. Смотрите. Ну, я надеюсь, что быстро будет. Первое разочарование, которое меня ждало в магазине, это то, что примерочные закрыты. Ну, и это, конечно, все портит. Потому что самое же интересное, это же примерять. Перед зеркалом кривляться, в общем. А просто так шмотки перебирать, конечно, это скучно. Поэтому, ну, что делать? Такие обстоятельства. И будем стараться слепить из того, что есть, интересное видео. Значит, в зале сейчас большой сейл происходит. Он уже начался. Он вовсю-вовсю играет. Вот эта кофточка симпатичная мне понравилась. Смотрите, какая она интересная. Цвет красивый. И птички такие желтенькие, необычные. Я приложила ее к себе. Посмотреть, как я не выгляжу. Ну, почему-то на ней не было наклейки, что она на сейле. А стояла полная цена. 45 долларов, поскольку я знаю, что все блузки у них сейчас по 29. Я даже посмотрела, или это секция клиренса, или нет. Вот эта блузка мне понравилась, потрясающим цветом. Ну, вот камера не передает, но цвет действительно обалденный. Красиво сделан рукав. В общем, очень интересная вещь. Посмотрела я брюки. Какие-то, знаете, все с рисунком, в клетку. Ну, в общем, по леопардам. У меня вообще брюки не идут, а уж такие тем более. У меня такое, знаете, поп тяжеловат для таких экспериментов. А платье из кожзаменителя, вот эти вот из эко-кожи, стоит оно 35 долларов, по-моему, такой со сборками, со складками. Не со складками, а с такими сборками, в общем. Ну, надо сказать, что товара вообще было мало. То есть, вот обычно в зале так все плотно-плотно висит, а здесь так все свободненько висело. В принципе, можно было даже спокойно рассмотреть вещи, посмотреть цену, в общем-то. Вот платье летнее в цветок, очень симпатичное. А вот это платье мне очень понравилось. Я его видела на их веб-сайте. Оно стоит на 50 долларов. Белое такое хлопковое платье с валаном. И вот эти вот цветочки, они вышиты. То есть, это не рисунок, а вышивка. Очень красивое, приятное платье. Вот это платье, я помню, оно было на спешл прайс у них. На селе было, по-моему, за... Не помню, за сколько, но сейчас оно стоит 20 долларов. Но оно такое спорное, знаете. Сарафан такой вроде летний, но с кожаными вставками. Вообще, это странная вещь. Вот это мне понравилось. Тоже платье в цветочек. Черное в такие красивые яркие цветы. Тоже с валанами, с обборками по низу. Вот, народу мало. Вот я вам хочу сказать, показала зал, и хочу сказать, что народу мало, товаров мало. И все, что висит, на самом деле, ну такое. Ну такое. Вот, значит, вот это платье тоже симпатичное, кстати. Я тоже помню, оно было на спешл прайс, оно стоило дорого. Оно стоило долларов 45, сейчас оно, по-моему, стоит 35. И красивая расцветка, но оно было размер large, и, конечно, мне это большое. Кофточки розовые, ну, так, в общем, вот эта вот с оборкой неплохая. Ну, такая своеобразная, знаете, в таком деревенском стиле, не всем это подходит. Очень коротенькие топики, совсем коротенькие такие, знаете, на девочек юных, тонких, звонких и худеньких. Вот. Какие-то жемчуга на рукавах, по-моему, это же вообще не актуально никак, никак. А много было лавандового цвета. Лавандовый цвет ведь цвет сезона. Вот такая вельветовая куртка, как будто бы джинсовка. Вот это действительно лиловая джинса, такая коротенькая. И, по-моему, еще одна была... А, и вот такой светло-лавандовый цвет, джинсовая куртка. Красивая, тоже, кстати, немножко рваная. Стоила она 35 долларов. Ну, небольшая скидка, но все же есть. Вот вещи такие, все знаете. Ну, вещи и вещи, ничего особенного. Я думаю, что все-все раскупили. Потому что, когда начался сейл, начался клиренс в Заре, вот я нашла такой симпатичный довольно пиджачок, как будто бы под Шанель тоже 35 долларов, он приятный. Так вот, я хотела рассказать, когда начался, до того, как начался, вернее, сейл в Заре, они мне всегда, поскольку я у них VIP-персона, VIP-клиент, ну, это шутка, конечно, да, они мне посылают e-mail, что, допустим, вот сегодня в 8 вечера, допустим, утром они мне присылают e-mail и говорят, сегодня в 8 вечера начнется сейл. И я как бы могу заранее знать, что вот ровно в 8 часов вечера он начнется. Я поискала, что у них там есть ценного, положила себе в корзинку, нашла, например, кашемировый свитер, который стоил 400 долларов, а на сейле, у них уже было видно, какая цена будет на сейле, но когда вы кладете эту вещь в корзину, то она еще светилась, цена старая, до сейла. И я положила, значит, кашемировый жакет такой, который стоил 400, нет, 300 долларов, по-моему, а на сейле он должен был стоить 35, вы представляете? И еще у них есть такие платья и вообще вещи, одежда, которые называются Special Edition, они более высокого качества, более такие интересного дизайна, прям так выглядят, как дизайнерские. И у них там были платья очень красивые, которые стоили по 200 долларов, по 180 долларов. на клиренс они выходили за 29 и 50. В общем, я положила себе в корзину эти все вещи и стала ждать восьми часов вечера, чтобы купить их уже по клиренс-прайсу. Я вам тут рассказываю истории и не рассказываю, что я вижу, потому что, ну, вы видите, да, смотреть не на что. Так вот, восьмровно я зашла на их веб-сайт, application, вернем, у меня есть на телефоне, зашла в свою корзину и нажала на Pay, и мне высветилось, хотела купить и хотела заплатить. И мне высветилось тут же на экране, что все эти вещи уже как бы out of stock, то есть их уже нету в наличии. То есть я ровно в восемь, когда клиренс начался, я зашла и пыталась заплатить, они уже все ушли. То есть кто-то за две минуты до меня зашел, за секунду до меня зашел и все, уже купил. Так что я немножко опоздала. Так, вот эти вот пиджаки под Шанель. Каждый год они делают разных цветов. Они сейчас стоят 90 долларов. Они очень красивые, ну, сколько можно одно и то же, плюс они достаточно дорогие еще. Потом пошла я, вот эту юбку я нашла, ну, такая юбка Carman. В стиле Carman. Ну, Зара любит делать такие вещи, которые уже не знаешь, на какое место натянуть. Извините, просто даже я с моей любовью к неординарным, необычным вещам такую бы, конечно, юбку не купила. Ну, девчонки молодые, возможно. И то, честно говоря, я не знаю, ну, куда ее носить. Вот эти вот мне понравились брюки из эко-кожи. Ну, клеенки, короче. Карамельный цвет, красивый, но был размер только смол. А я думаю, что я даже в эмку не влезла бы. Вот я там отражаюсь в зеркале, пошла посмотреть на бижутерию, украшения, серьги. Вот эти красивые, конечно. Вот эти неплохие. Они, кстати, были по 8 долларов. А вот эти были по 20. Ну, прямо блестят, как бриллианты. Рыбы какие-то вот странные. Ракушки, ракушки. Вот эти неплохие тоже, мне понравились, деревянные с пластиком таким под шелл. Это называется у нас. Вот эти серьги интересные, да. Ну, у них как-то вот этот камень сделан так, как будто он вот-вот вывалится. Так грубо как-то торчат эти вот лапки для камня. Прям торчат как-то, ну, как вилка. Не знаю, как-то уже можно было сделать и получше. Числотники милые такие, но за 20 долларов тоже как-бы я подожду. Вот это платье я помню, что оно было тоже на спешл прайс. И сейчас оно стало 20 долларов стоит с вышивкой. Симпатичное платье, оно было только размер ХХЛ, что даже на меня как-бы большой. Ну, вот я, конечно, увидела платье в горошек. Я, конечно, потянула к нему свои руки. Это размер смол, но оно выглядит большим таким, знаете, типа солнце-клёж. Но вы знаете, что мне не нравится? Вот этот вот шов спереди на пузе. Прям сделан такой шов. Рисунок не совпадает. Это выглядит так дешево как-то, как вообще, как какая-то тряпка. Совершенно ужасная. Плюс еще вот оно уже было такое порыпанное, немножко рванное спереди, вот там, где вырез. Вот, мы, по-моему, пошли по второму кругу. Я стала смотреть опять все, потому что я обошла весь магазин. Несколько раз пытаясь... Да, вот эти же самые платья из кожзаменителя. Пытаясь что-то найти, ну, что-то интересное показать вам, померить. Вот наткнулась на платье. Смешное. Его, кстати, показывала Мариана Елисеева. Показывала в своем блоге примерок из Зары, по-моему. Оно такое похоже, конечно, на штору из деревенского клуба, но, знаете, на ней, на Мариане, оно выглядело красиво. На Мариане вообще выглядит все красиво. Это, кстати, размер мидиум, чтобы вы понимали. Посмотрите, какое оно узенькое, и это мидиум. Можете себе представить, например, смол, как выглядит. На кого вообще можно натянуть такое платье. А что-то у нас еще. Вот туфли под мюли, такие под змею. Вот эти совсем какие-то бабские, деревенские, такие прям совсем, ну, совсем. Вот опять какие-то, знаете, пластиковые туфли. Вот опять снова эти бабушкины тапочки. Снова какие-то шлепанцы под зверей каких-то, под леопард. Это тигр, не знаю, кто это. Ну, вот эти вот массивные-массивные сандалии, которые сейчас в большом-большом тренде. Посмотрите на обувь. То есть, стоит 4 пары обуви на всей полке. То есть, пусто. Я вообще такого еще никогда не видела. Вот пустые полки, это ужасно. Стоят какие-то несколько пар жалких. И, в общем, конечно, все размели. Вот это новая коллекция, кстати. Это не клиренс. Вот эти вот шлепанцы, они делают второй или третий сезон, по-моему. Я их вижу постоянно в Заре. Они все время их делают новое, потому что это не клиренс. А вот это типа хермес шлепанцы с жемчугами. Мне кажется, жемчуга уже как-то не очень в моде. Это я себя увидела в зеркало. Подошла поздороваться с вами сказать. Здравствуйте. Ну и вот, собственно, почти весь магазин я уже обошла. Наткнулась на какую-то кучу зеленых блузочек. Они все сейчас по 29 долларов. Ну и зеленые, конечно, я не могла пройти мимо. Вот это неплохая расцветка, кстати. Ну, так. Вот. И что вам сказать? Речь печальная, грустная. Полупустые полки. Полупустые вешалки. Стоит очередь в магазин. Непонятно, зачем они стоят. Как бы, когда в магазине ничего нету. Ну, люди надеются, что что-то есть. Если очередь в кассу стоит, люди что-то покупают. Я не знаю. Это я ничего не могла найти. Но я обычно такой следопыт. Я обычно нахожу то, чего никто не может найти. Но вот в данном случае как-то нет. Ничего я не нашла. Ничего мне не приглянулось. Еще, знаете, то, что нельзя мерить, это тоже как-то, ну, как-то, знаете, немножко смущает. Потому что не хочется покупать, потом идти сдавать. В общем, это должно быть что-то, чего очень-очень хочется, чтобы вот так вот купить без примерки. Вот это жуткая совершенно зеленая в горошек блузка с оборкой по низу. Даже то, что она зеленая в горошек, не спасло ее в моих глазах. Вот так. Ну, в общем, так вот я ходила-ходила. Вот тоже какая-то блузочка в горошек, но тоже экстраларш. Я хочу вам сказать, что даже то, что было такое более-менее ничего симпатичное, оно тоже было или экстрасмол, или экстраларш. То есть размеры тоже были раскуплены все. Плессированная вот блузка в цветок, цветочек маленький. Хорошенькая, кстати, неплохая. Что еще я увидела? Вот кофточки, кофточки все сиреневые. Много, кстати, сиреневого. Вот это вот в клетку из твида и с совершенно пластиками. Бррр, такие прям, знаете, полиэтиленовые рукава. Странная тоже вещь. Вот с тиграми кофта. Тоже у них это несколько сезонов уже. У них вот эти вот блузы с животными, со всякими. Там была с тиграми, еще одна тоже с тиграми. В общем, как-то они не радуют новинками. Все, вернулась я в машину. Вот такой у меня получился шоппинг-лог. Мягко говоря, неудачный. Как я ожидала. Очередь в магазин стоит. В магазине ничего нету, пусто. Ну, где что пусто? Ну, так жизненько все висит. И все такое совсем барахло. Ну, совсем. То есть такое впечатление, что люди, как с цепи сорвавшиеся, раскупили весь ассортимент. Ну, и сел начался, да. Ну, в общем, не знаю. В общем, я даже не знаю, если я буду это лепить и выкладывать. Потому что, в общем, смотри, там не на что. Ну, может быть, как на истории. Вот полупустые полки и пустые вешалки. И вот вы видели, я там водила, там где обувь стоит. Там вообще три пары обуви стоит. И как бы между ними такие... Всегда было забито в зале. В зале нельзя было между вещами руку всунуть, чтобы посмотреть на что-то. И народу было всегда толпы. Ну, хорошо, сейчас не пускают в магазин много людей, но... Вообще, мол, произвел на меня Шобин-центр такое грустное впечатление. Людей мало как-то... Знаете, все раньше было жужмя-жужжить, прям заходишь. И такое впечатление, как будто ты в центре вот... Чего-то жизнь бьет ключом. А сейчас как-то так... И фудкорты закрыты. Ну, там, где еду продают, рестораны закрыты. В общем, все как-то... Как-то народ так ошибается друг от друга. Ну, что делать? Ну, такая ситуация. Никто это не выбирал, никто это не придумывал. Все, девочки, буду с вами прощаться. Вот не знаю, что получится у меня из этого блога. Ну, может, ослеплю так для истории еще. Все, пока-пока. Увидимся совсем скоро. Целую, люблю. Bye.